Я рад, что ремастеры классической трилогии ГТА существуют. Более того, я считаю, что они действительно стоят денег. Каких-то денег. Стоят ли они полную цену, а именно 60 долларов или ваш региональный эквивалент? Ну, как сказать, скорее всего нет. Нам, возможно, придется немножко разобраться в терминах, но давайте я вам базовую версию расскажу. Я считаю, что ремастер, который требует за себя полную рыночную цену, должен делать оригинал лучше во всех отношениях, за которые он берется. Если он делает оригинал лучше только в некоторых отношениях, а в некоторых отношениях либо не делает, либо делает его хуже, что здесь определенно происходит, как некоторые из вас либо уже подметили, либо подметят через несколько секунд, то в таком случае нужно смотреть по пунктам. Но в любом случае полную рыночную цену я бы за него отдавать не стал. Я вам, так сказать, сразу скажу свой вердикт для того, чтобы вы поняли, что это за продукт такой и для кого он нужен. Этот продукт нужен тем, кто не играл в оригиналы или, может быть, у него это делать просто не получается, потому что оригиналы в той версии, в которой они присутствуют, например, на PS5. Эти ремастеры нужны тем, кто, а, в оригиналы не играл по той или иной причине, возраста или не имение машины на тот момент, мало ли что там может произойти. И два, для консольщиков, которые и рады бы поиграть в оригинал, может быть, но та оригинальная версия, которая есть у них на консолях, ну, точнее, была до того, как ее убрали из магазинов. Это абсолютно неиграбельный кусок кала. Можете мне поверить, если не пробовали сами, я пробовал. Ну и, конечно же, для тех, кто хочет просто еще раз угореть по классике своего детства. Ностальгия всегда продавалась и всегда продаваться будет. Скажем так, в этих ремастерах есть определенные элементы, которые стоят каких-то денег. В них действительно есть улучшения, которые не стоит недооценивать. Они там присутствуют. Я не хочу сказать, что это абсолютно бесполезный продукт, который никто ни в коем случае не должен покупать. Это не так. Просто, на мой личный взгляд, изменений там недостаточно для того, чтобы свою полную цену оправдать в некоторых моментах. А в некоторых моментах стало буквально хуже, чем было. Главным образом из-за освещения, из-за того, как там выглядят катсцены. Однако, однако, и это самый большой плюс, который я считаю просто необходимо проговорить сразу. Оживление комьюнити вокруг только что воскрешенной классической трилогии, это здорово. Под каким углом не посмотри, ничего плохого не могу сказать. Очень здорово, что ее снова обсуждают. Новое поколение геймеров, торговая марка начинает интересоваться во что же там. Такое замечательное играли олды. Ну и в конце концов, новое поколение модеров из этого тоже, скорее всего, будет рождаться. Ну, если, конечно, Take-Two не продолжат морить их, как тараканов, сварочным аппаратом, то есть достаточно решительно. Я начинаю понимать, кстати говоря, почему они так активно эту компанию разворачивали последние месяцы. Ремастернутая трилогия GTA это не совсем набор модов. Даже если так может показаться на первый взгляд, это все-таки обманчивое ощущение, потому что они делают немножко больше. Главным образом, вот это вот очень большой плюс, опять же, я попытаюсь сосредотачиваться больше на положительных аспектах, даже если настаиваю на том, что полную цену за это отдавать не надо, может быть по скидке, но не полную точно. Они все эти три игры унифицируют в один очень удобный пакет. Я примерно то же самое рассказывал про ремастеры Mass Effect'ов, и там я тоже говорил про то, что за полную цену покупать, если у вас есть оригиналы, ну такое. Тут, правда, аргумент можно сделать более весомый, потому что все-таки оригинальные версии этих GTA на консолях особенно, а я проходил именно на консоли, на PS5 конкретно, если говорить, они, мягко говоря, не играбельны. Если вы когда-нибудь пытались запускать их и понимали, что ваши глаза не в состоянии вытащить этот невероятный объем блюра и дерьмового управления, которое может быть и было актуальным для PS2 в свое время, но в наше время как-то работает уже не так приятно, как хотелось бы, наверное, да, вы, возможно, ждали чего-то такого, вы ждали, чтобы у вас наконец-то появилась нормальная играбельная версия. Не просто нормальная играбельная версия, а сразу три нормальные играбельные версии, которые все унифицированы по своему интерфейсу, по тому, как там меняются настройки. И, в принципе, когда вы описываете с такой вот технической точки зрения один из этих продуктов, то вы описываете их все. Они буквально выглядят одинаково, вплоть до расположения кнопок в меню настроек, там, управления какого-нибудь, которое настраивать, кстати, нельзя на консоли, по крайней мере, вы можете только выбрать три пресета, в каждом из которых вам нужно прыгать по квадратику на PlayStation, во всяком случае, да, мне все так же больно от этого в душе, в глазах и в руках, но что ж ты будешь делать, я имею в виду. Консольный гейминг предполагает такие вещи, будьте готовы. На момент записи этого видео мой личный опыт игры, это где-то 3-4 часа вайсе, около 2 часов в Сан-Андресе и примерно 1 час в тройке, наименее мне интересный. Как вы можете догадаться, вайсити меня интересовало больше всего, и не только потому, что я проходил в свое славное школьное время миссию с вертолетиком-одноклассником за то ли 10, то ли 50 рублей, я уже не вспомню, наверное, все-таки не 50, потому что за 50 рублей тогда экшили можно было купить что-то. Но общий принцип вы поняли, что они поменяли в вайсити мне было интереснее больше всего. И я, конечно, много интересного для себя открыл, но давайте обо всем по порядку. Интерфейсы от меню до того, что вы видите непосредственно в игре, выглядят как, по идее, должен выглядеть ремастер классической игры на новом поколении консолей. Он достаточно чистый, там ничего лишнего нету, и, наверное, единственное, что меня там смутило, это то, что настройки языка запиханы в графу accessibility, под который сейчас обычно понимают дополнительные возможности для людей с возможностями ограниченными, но нет, это просто дополнительные маленькие настроечки, но это даже не придирка, да, это просто что-то странное, что я заметил. Появился, между прочим, русский язык. И нет, сразу, боюсь вас разочаровать, потраченного перевода в San Andreas не завезли. Во все остальные версии тоже, что очень обидно. Я специально проверял, не напишут ли мне какой-нибудь такой доброй пасхалочкой потрачено, когда я умру за CJ, но нет, к сожалению, не написали. Перевод, как я понимаю, оригинальный, выполненный специально для этих новых версий, и из того, что я видел, он более-менее выдоваримый, да, по крайней мере, если у вас проблемы с английским языком, то вы играть сможете и на консолях, и на ПК, вам любительский перевод не нужен будет, можете не переживать. Конкретные изменения, скорее, мелкие, да, они довольно значительные, просто тут нету чего-то такого большого, грандиозного, чего не было в оригинале, да. На мини-карте теперь гораздо лучше видны детали, хотя, конечно, от цветовой палитры зависит, потому что, например, зеленые обжективы видеть на более-менее зеленой карте Сан-Андреса такое себе, но вот, например, в Vice City у меня с этим проблем не возникало. Причем радар теперь смотрит не четко сверху вниз, а немножко под углом для того, чтобы давать вам больший угол обзора, и чтобы вы видели, на какую улицу вы там едете, вот как вы сейчас можете наблюдать в левом нижнем углу. Появилось кольцо для выбора оружия, которое, как в GTA V, прямо-таки замедляет время, пока вы выбираете свою штуку. В этом плане, кстати говоря, геймплей очень становится похож именно на GTA V. Это мы, конечно же, не имеем в виду, что они там поменяли физику или стрельбу каким-то образом, потому что физика, езды, там, стрельба и все в таком духе остались буквально такими же, какими они были в оригинальных играх, там не поменяли вообще ничего. Только визуал, по большому счету, да, но та же самая скорость, те же самые заносы, там, дрифты, к какими вы привыкли, то же самое наведение, оно, правда, насколько я понимаю, взято чуть ли не с мобильных версий, потому что студия, которая этими ремастерами занималась, она была ответственна и за порты на айпады в том числе. То есть мы говорим про железобетонный автоейм при условии достаточного айм-ассиста, который, если вы выкрутите на максимум, то вы никогда в жизни не промахнетесь, даже если вы безрукая обезьяна, можете, в принципе, не переживать. Фанаты третьей GTA, я уверен, этому особенно сильно порадуются. Я никогда ее прям сильно не любил. Я не думаю, что она была хорошей даже в свое время. Она была хорошей для своего времени, но это небольшая разница, если вы понимаете, о чем я. Потому что, когда у вас появляется... На тот момент, по-моему, она уже вышла раньше, чем первая мафия, я сейчас уже точно не помню. Но, по сути, когда у вас трехмерные игры в открытом мире всего две на весь мир, то да, они определенно кажутся вам чем-то особенным. Но если играть в нее сейчас, то, по-моему, впечатления уже не те, что были раньше. В любом случае. Теперь там, наконец, есть карта. Полноценная карта. Карты, кстати говоря, тоже были полностью унифицированы для всех. Версии игры, с исключением того маленького аффикса, что в Сан-Андресе она открывается не сразу, потому что там есть этот туман войны из оригинальной версии, но там он служит какой-то функцией. В третьей гитажке теперь карта есть полноценная, радар тоже починили, и это здорово. Играть в нее определенно стало удобно. Это да. Отдельно хочу упомянуть про режим графона и режим производительности. Выбора у вас нет. Ну, точнее как, выбор у вас есть физически, там есть переключатель между двумя ними, но, по факту, выбора у вас нет, потому что все, что вам дает режим графона, это чуть более насыщенные динамические тени, которые жрут 30 фпса. И в итоге он где-то вот на 30-25 в итоге оказывается. На моем PlayStation 5 так было. Поэтому да, если вы понимаете о чем это, то выбора у вас нет. Вы просто сразу ставите себе режим производительности, вообще не замечаете разницы и не смотрите назад больше никогда. Просто сделайте это сразу, поверьте мне на словах. Да, я уверен, что на режиме графона там включается какой-нибудь очень крутой неповторимый рейтрейсинг на плиточке в отеле, где Томми Версетти впервые сохраняется. Очень здорово, оно того не стоит, на мой личный взгляд. Да, если вы тут впервые, то добро пожаловать на канал Культа с живьем. Мы тут не сильно заботимся о чувствах друг друга. На самом деле заботимся, это враги. Просто, знаете, нужно притворяться сильным, потому что ты в интернете, если ты не будешь притворяться сильным, то тебя будут очень-очень сильно обижать. Мы этого не хотим, правда? Ну, мы же не разработчики GTA в самом деле, которые о чувствах своей аудитории в принципе не думали. И это не помешало им сделать невероятно культовую классическую серию игр, которая вон до сих пор даже охрененно как продается, пока они не делают ничего нового, что было бы, конечно, здорово, но имеем, что имеем. Я полагаю, хотя бы ремастеры, уже что-то. Они точно не оказались лишними. Вот вас когда-нибудь интересовала история серии GTA, кстати говоря? Ну, ребят, у меня для вас есть просто невероятные новости. В книге Дэвида Кушнера с ностальгичным и таким знакомым вам названием потраченное, есть все это и даже больше. Кстати, прямо сейчас на сайте лабиринт.ру стартовали большие ноябрьские распродажи, благодаря которым вы можете купить книгу ОГТА и другие издания со скидкой до 80%. Лабиринт в целом выделяется огромной коллекцией книг не только по игровой тематике, но и разнообразием жанров. От словарей до японской манги. Там даже есть берсерк в твердом переплете, между прочим. Я вот давно хотел себе не кранликон лавкрафта взять. Пора бы, а специально для вас, мои подписчики, я поделюсь моим промокодом. Культас. И при покупке на сумму более 1500 рублей вы получите в подарок книжные закладки с литературными героями. Но спешите, акция по промокоду действует до 17 ноября. Спешите в лабиринт, там и увидимся. Итак, то, ради чего мы все здесь сегодня собрались, не так ли? Графон. Что я могу сказать по поводу него? Многие ратуют за то, что GTA The Trilogy Definitive Edition, во-первых, имеет не самое удачное, на мой взгляд, название, ну ладно, а во-вторых, это просто набор модов на Unreal, которые можно было бы запихнуть туда вручную. И я склонен, как минимум, по этой отдельной статье согласиться, потому что, да, помимо некоторых других нововведений, это действительно можно было бы добиться модами. Да, вот такого именно визуального результата модами добиться было бы можно. И я начинаю понимать, почему Тейк-Ту так активно пытались удалить их из интернета, что у них даже более-менее получилось. В отдельных моментах, а именно в моменте лица Томми Версити, какого-нибудь, который для меня лично важнее, чем все остальные протагонисты, это видно особенно сильно, но мы о нем поговорим чуть-чуть попозже. Да, сейчас я хочу более в общих чертах вам ситуацию описать, потому что, может быть, вы интересуетесь какими-то другими частями больше. Примерно то, чего я от ремастера от Rockstar классических GTA на Unreal ожидал, я, в общем-то, и получил. Это те же самые анимации, это те же самые звуковые эффекты, это все буквально то же самое, только теперь текстурки новые с более крутым разрешением выглядят не то, что современно, как бы это описать правильно, это выглядит примерно так, как мы эти игры себе представляли, когда играли в них в детстве. Только теперь реально это все вот на экранах происходит. Ну ладно, в детстве мы, наверное, представляли их вообще суперфотореалистичными, особенно самые-самые старые. Ну хотя, если честно, нет, когда я уже играл в iCity, конкретно я был достаточно старым, чтобы не заходить настолько далеко. Настолько фотореалистичным я представлял себе что-то в духе No One Leaves Forever 2, может быть, хотя они друг от друга-то ушли не то, чтобы прямо сильно. Но я думаю, вы понимаете общий принцип. Они действительно стали выглядеть лучше в общих чертах, да, особенно когда вы не приглядываетесь к лицам. Когда вы смотрите, например, на проезд по улице. Да, действительно здорово. Новое освещение выглядит довольно эффектно, заставляет классические, знакомые всем улочки играть новыми красками, от цвета вот эти вот от металлических поверхностей, от плиточки прикольно выглядят, это все очень здорово. Если про iCity конкретно говорить, то там вообще замечательно получается, потому что вот эта вот олдовенькая атмосфера Miami Vice, да, когда у вас есть неон, постоянное заходящее солнце, или ночь, при этом ночь, которая такая же яркая, как день, только играет она со совершенно другими красками, да, это все очень и очень хорошо не только видно, но еще и работает на общую атмосферу, да, потому что для неона такой вот ремастер на Unreal'е подходит просто идеально. Атмосфера сохранена, ну, как сказать, от случая к случаю. Наверное, больше всего на меня произвел впечатление, и далеко не обязательно в положительном смысле, работа со звуком на меня такое впечатление произвела, о которой, по большому счету, не было вообще, потому что буквально все те звуковые эффекты, которые были в оригиналах, остались совершенно неизмененными здесь. И я имею в виду вообще неизмененными никак, ни на сколько. То есть, ну, вы знаете, как раньше им приходилось пережимать аудиофайлы, потому что нужно было каким-то образом запихнуть вот этот вот большой продукт с кучей диалогов на диск, а аудиофайлы весят дофига, и про Blu-ray тогда еще никто особо не слышал, поэтому, ну, приходилось идти на какие-то жертвы. Сейчас таких обстоятельств нет, потому что все распространяется в диджитале, и Blu-ray существует. Я понимаю, что там много диалогов, но, может быть, у них просто исходников не сохранилось, а, может быть, им было просто тупо лень, и вы, кстати говоря, будете слышать это еще не раз. Возможно, что им было просто тупо лень что-то с этим делать. Впечатление довольно смешанное. Я думаю, что я все-таки предпочел бы немножко повышенный битрейт из исходников переработанных, но для Vice City это не так фатально, потому что, когда вы играете вот в это классическое Miami, вы думаете примерно о том, как звук выглядел, хотел сказать, звук выглядел, господи, совсем что ли, охренел, как звук звучал, например, если вы смотрели там старые эпизоды Miami Vice какого-нибудь, или там CSI Miami, что-нибудь в таком духе, классические вот эти вот VHS-овские рипы. Это действительно навевает такие ностальгические чувства, но когда вы играете в San Andreas, например, то там уже все не так приятно, потому что нету там похожих ностальгических ассоциаций. В San Andreas, который совершенно другую атмосферу берет за свою основу, вот эти вот пукающие звуки SMG, которые моментально сменяются излишне почерневшими главными героями в катсцене, впечатление они производят вообще ни хрена, и выглядят или звучат, почему я хочу по поводу звука сказать, что он выглядит, я не знаю, что со мной сегодня такое, они звучат невероятно дешево и откровенно хреново. Это, наверное, хорошо в каком-то смысле, да, потому что какие-то вещи лучше не менять для того, чтобы продукт перестал напоминать себя, но, по-моему, вот конкретно звуковые эффекты, они не подходят под эту графу. Озвучка, окей, это я еще могу понять, и то, если бы у них сохранились исходники, то я думаю, они могли бы их как-то там, ну, все-таки перекомпоновать, чтобы чуть повыше битрейт сделать, да, из оригинальных равок. Может быть, у них этих исходников тупо не сохранилось, я могу понять, более сумасшедшие вещи случались. Когда, например, делали ремастер классического World of Warcraft, им тоже пришлось находить этот исходник на какой-то там запасной флешке, которая у кого-то валялась в ящике, да, я понимаю, такое случается в индустрии. Но вот, например, звуки выстрелов, каких-нибудь там звуки дрифта, что-нибудь в таком духе, это можно было бы при желании, при старании, Rockstar старания, и перезаписать. Потому что, ну, это действительно выглядит жалко и лениво, что самое главное. Вы не хотите, чтобы ваш продукт выглядел или звучал лениво. А знаете, где особенно сильно он выглядит лениво? В катсценах. И вот тут уже начинается реальный позор, потому что каждый раз, когда вам не повезло с естественным освещением, потому что вы зашли в эту катсцену в неправильное время дня, в Vice City, а в Сан-Андресе буквально в каждой катсцене, вы задаетесь одним и тем же вопросом. Как это прошло quality control? Неужели никто не обратил на это внимание? 100% кто-то обратил внимание, но они просто сказали, окей, нормально, и так покатят, и продаем, пацаны, все хорошо. Я более чем уверен, что так и было. Катссоны в ремастерах GTA я бы условно разделил на две категории. Категория с динамическим освещением и с искусственным освещением. Сейчас вы смотрите на искусственное освещение, потому что помещение закрытое, значит им пришлось расставлять источники света, ну где-то там вот снизу они или откуда они светят. Короче говоря, читерить, условно говоря, да. Не полагаться на солнышко, которое естественным ходом светит откуда-то с неба. И тут, да, тут, в общем-то, вы вряд ли каких-то претензий будете выдвигать. Да, опять же, не смотрите на лицо Томми, пока что мы к нему еще вернемся. Но большинство катсцен динамическим освещением пользуются. И вот там уже начинаются проблемы, потому что из-за того, как именно освещение в Unreal работает, и из-за того, что эти катсцены изначально анимировались без расчета на то, что освещение динамическим будет, они не особо хорошо работают. Не то, что даже на атмосферу. Ну, тут еще, кстати говоря, тоже можно сказать, что Vice City более-менее в этом плане повезло. Они тупо не работают. Честно, мне будет очень жаль людей с проблемами зрения, которые сядут играть в ремастер Сан-Андреса, потому что, ну, будьте готовы к тому, что вам эти катсцены нужно будет вспоминать у себя в голове, как-то вот по памяти ориентироваться. На глаза вы нихрена вообще разглядеть не сможете. Все слишком черное. Это сейчас была не шутка про расу, да? Это шутка, которую с нами сыграли рокстары, продающие нам за полную цену этот замечательный продукт. Практически во всех катсценах, которые не освещены искусственно, персонажи излишне затемнены. Их лица затемнены, их одежда затемнена. В классической мемной сцене я периодически не могу разглядеть, где заканчивается правая рука СиДжея и начинается стена. Мемов из нее сделать нормально не получится, если только искусственно не выкрутить потом яркость и контраст поменьше сделать, может быть. Такое ощущение, как будто они пытались сделать искусственный HDR, что ли, потому что я вам сразу просполерю, кстати, своего HDR в этих ремастерах нету. У меня, по крайней мере, он на консоли, где он должен автоматически включаться, он не включился, соответственно, я делаю вывод, что его там нету. И соответствующих настроек я тоже не видел. Поэтому они попытались как-то то ли вручную его нарисовать, то ли им просто было пофигу, и они не отрегулировали это освещение, если они вообще могли его каким-то образом отрегулировать. Эти игры просто не были заточены под динамическое освещение, окей? Серьезно, может быть я с ума схожу, но просто посмотрите на это. Я уверен, что у этих людей на лице есть какие-то эмоции, потому что я вам опять же сразу просполерю, это в iSidi хорошо видно. Эмоции на лицо добавили, да, вот именно мимика там проявленная есть. Но здесь они настолько, сука, затемнены, что я периодически даже не вижу, как двигается их рот. Вот сейчас вот вижу более-менее, а потом он встает на фон этого дерева, такого же черного, как он сам, и они с таким же успехом могли там никакую анимацию не рисовать и тупо сэкономить пару минут своего времени, или сколько бы это заняло. Я имею в виду, мы вроде как должны смотреть на такую прикольную актерскую игру, но из-за того, как свет работает, у нас тупо не получается нормально это делать. Искусственное освещение еще куда не шло, потому что, по крайней мере, здесь я могу разглядеть черты лица на их лице. В Сан-Андресе, где Биг Смоука перевели как паровоза. Да, кстати говоря, им перевели погоняло, и, в принципе, если вы в Сан-Андресе с русским переводом будете играть, то готовьтесь к небольшому кринжу, но я не буду сейчас на этом особо сильно сосредотачиваться. Я просто некоторые моменты не могу из-за того, как они поставлены, воспринимать всерьез. Неужели никто не обратил на это внимания? Я имею в виду, вы делаете этот ремастер во многом ради графона. Прежде всего, вы делаете его, ну вот в самую первую очередь, для того, чтобы люди на консолях смогли в классические игры играть. Ладно, во вторую очередь, в первую очередь вы хотите бабла заработать, но я имею в виду, если мы судим об этом с точки зрения покупателя, да? Вы хотите, чтобы новое поколение людей смогло в эти классические игры играть у себя на консолях, потому что раньше они там были полностью неиграбельные, но в третью, там четвертую очередь вы хотите еще и графон подтянуть, да? Вы же не просто так его туда вставили, вы же не просто так потратили на это ресурсы, но если уж вы взялись работать, то работайте тогда нормально, идите с этим до конца. Или им просто дали дедлайн и сказали, вот вы должны сделать графический апгрейд и выпустить продукт к такому-то времени, давайте, пацаны, заработаем. Ну, скорее всего, так и было, я имею в виду, эта индустрия примерно так всегда работает. «Тройка» и «Вайсити» в этом плане более-менее нормально делались, потому что там в основном у людей лица белые, поэтому они на черном фоне не теряются, и тут их хоть как-то можно разглядеть. Но, правда, «Тройка» это, наверное, не лучший пример, потому что, сами понимаете, в какое время ее делали, и за мимикой там следить особо сильно не получается. Катсцен там, ну, довольно приличное количество для своего времени, опять же, но это не главное, да? Я думаю, что люди, которые будут возвращаться в «Тройку», они туда идут не ради сюжета, да? Они туда идут для того, чтобы просто покатать, как старые добрые, понять, что, ну, такое на самом деле сейчас это играется уже не так весело, как более новые части, я предполагаю, во всяком случае, и забить. Может быть, пройти один раз, может быть, на платину, если вы любите коллекционировать платины, но, опять же, мне про «Тройку» просто особо сказать нечего, я никогда по ней не угорал, поэтому я в основном на «Вайсити» обращаю внимание. Давайте поговорим про модельки персонажей, кстати говоря, раз уж начали, да? Пришло время. Вы должны меня правильно понять. Томми для меня это не просто главный герой GTA, не просто мой любимый главный герой, это мой мальчик, это мой кореш, это мой бро, я с ним столько времени провел, я буквально благодаря нему денег зарабатывал в свое время, помимо того, что еще продавал повторки железных соток из Читаса, не думайте об этом. Короче говоря, мы с ним прошли через огонь и воду, и я бережно отношусь к его внешности. Я словил довольно много хейтов в своем предыдущем видео про трилогию GTA, когда не понимал, что они сделали с моим мальчиком, почему они с ним так поступают, почему Томми внезапно решил бахнуть пельменей. И знаете что, я не изменил свое мнение, я настаиваю на нем, теперь, когда полноценно вот в готовый продукт поиграл, который мне продают за деньги, да? И я вам могу сказать так, лучше особо не стало. В некоторых планах становится лучше, когда вы не смотрите ему прямо в лицо, но каждый раз, когда вы смотрите ему в лицо, лучше бы вы в него, сука, не смотрели. Издалека он выглядит более-менее окей, но в приближении он становится похож на персонажа из Фортнайта. Что было бы не так плохо, если бы это был анонс того, что Томми Версети запихнули в Фортнайт? Но это не был анонс того, что Томми Версети запихнули в Фортнайт. Это полноценный ремастер. Может быть, я не прав, может быть, я сумасшедший, но я не хочу играть в Фортнайт в своем ремастере в Vice City. Я хочу, чтобы Томми был похож на Тони Монтану или на молодого Рэй Лиоту, который его озвучивал, что что-то в таком духе. Я не хочу, чтобы он был каким-то большеглазым пиксаровским персонажем, причем персонажем, которого нарисовал какой-то непонятный пиксаровский интерн, которого, скорее всего, потом с позицию волили нахрен. Анимации остались буквально теми же самыми. Они просто натянули на него на новый скелет с теми же самыми анимациями, они натянули на него новую текстурку. У него стал какой-то здоровый нос, у него вот эти вот глаза гигантские, которые ему абсолютно не идут. То есть он вроде как напоминает себя, но при этом он просто выглядит несерьезно. И я понимаю, что оригинального Томми, из-за того, что он был немножко неполигональным, да, у него постоянно было какое-то вот это вот скривленное выражение лица, как будто он постоянно зол. Окей, но на мой взгляд, это работало на его персонажа немножко лучше, чем вот этот вот большеглазый, постоянно удивляющийся, непонимающий тому, непонимающий то, что происходит вокруг него, не бандит. Я не верю, что он бандит, я не верю, что он какой-то криминальный Кинг Пин, который сейчас все в Ай-Сити вокруг пальца будет крутить или вокруг какого-то другого места. Он даже, когда злится, выглядит как маленький няш-милаш, но в самом деле не должно так быть. Может быть, я не прав, может быть, я сошел с ума, может быть, никто, кроме меня, этого не видит, но знаете, что я вижу? И, на мой взгляд, Томми не то, что не должен так выглядеть. В принципе, главный герой в игре с определенной атмосферой, тем более атмосферой GTA, которая, ну, все-таки хочет, чтобы ее воспринимали чуть-чуть так более-менее серьезно, даже если не на все 100%, он так выглядеть не должен. В ремастере игры, которые мне продают за полную цену, он так выглядеть не должен, в конце концов. Это просто лениво. Вот что я хочу сказать. Я видел модели из модов, из любительских модов, бесплатных, которые перерисовывали Томми лучше. Да, я, конечно, я видел эстетичные модели, которые вряд ли можно было бы туда вставить. Хорошо, но даже вот из модов его рисовали лучше. Ну, вот реально было такое. Ну, вы со мной не согласны? Ну, хорошо, тогда, я не знаю, дизлайкайте, если вы это увидите, потому что YouTube теперь дизлайки убирает. Я не знаю, я не откажусь от своих слов. Я могу говорить то, что вижу и правду. Да, такая вот у меня правда. Ну, что хотите со мной делать? Вешайте, не знаю. Из хорошего мне, конечно, нравится, что Кент Розенберг теперь похож на Моргенштерна, только без татух на лице и волос у него побольше. Я забыл, как зовут персонажа, по-моему, из Майами Вайс, которым он был вдохновлен. Ну, ему как-то вот пошло на пользу. А дальше, ну, от случая к случаю. Диас выглядит довольно всрато, Эйвори выглядит довольно всрато. Большой разницы в том, как выглядит, например, солист Лофист, как его там зовут, или тот режиссер, который должен напоминать Спилберга, только очень отбитого Спилберга. Они довольно мало изменились. Вы, в принципе, в какой-то момент перестаете замечать детали. Вы обращаете на них в каком-то глобальном смысле внимание, когда ездите по городу, может быть. Особенно хорошо под закатным солнцем это видно. Вот этот вот город, который никогда не спит, я про Вайсити говорю. Ну, и в Сан-Андресе там тоже атмосфера довольно хорошо сохранена. Довольно мило наблюдать за картиной в целом. Вы перестаете обращать внимание на отдельные детали, потому что очень быстро ваше воображение начинает дорисовывать или перерисовывать то, что вам не нравится, и делает так, чтобы вам снова было комфортно. Что вот самое хорошее, опять же, можно сказать, это все еще те же самые классические GTA. Их не переделали. Они, по-моему, вообще практически ничего не поменяли. Даже в миссии с вертолетиком, вот той самой, да, классической, которая в итоге оказывается нихрена не такой сложной, какой вы ее помните. По-моему, они там поменяли таймер с 7 минут на 7.30. Если так изначально не было, по-моему, изначально там было 7 минут, а тут их 7.30. Ну, дополнительные 30 секунд вам дали, да? Окей, здорово. Но в остальном, и я так понимаю, что в подавляющем большинстве деталей там в 99% игры это та же самая игра, буквально та же самая игра. Вас не обманули, да? Вам не пытаются под скином чего-то вот, что вы любите, продать то, что вам, может быть, и не понравится, да? Вас не пытаются обвести вокруг пальца. Это очень большой плюс, который действительно нужно в копилочку Rockstar'у поставить. Это здорово. Я покупал эти ремастеры для того, чтобы получить классические GTA, которые выглядят по-новому, и это буквально то, что я получил. Классические GTA, которые выглядят по-новому. Просто в некоторых моментах они выглядят не настолько уж хорошо, да? Не так, чтобы просить за них полную цену. В геймплее я предположу, что на ПК мало чего изменилось, потому что эта версия похожа довольно-таки на ПКшную версию. В консольной изменилось довольно многое. Во-первых, у вас теперь есть версия, в которую можно играть, не испытывая физической боли, с некоторыми нововведениями, типа там, кольца выбора оружия или чего-то в таком духе, которое при этом не перенасыщено блюром, и вы теперь это делаете с нормального современного контроллера. Ну, короче, если вы пытались играть в классические GTA о чем я говорю, у вас есть железобетонный MS-ист, который они, видимо, портировали с версией на iPad, который вообще не позволит вам промахнуться, если вы выставили его на достаточный объем, ну, или там, можете от него отказаться. Пожалуйста, если вы консольный шутерман, то все двери для вас открыты, ни в чем себе не отказывайте. Даже и говорить-то там особо нечего, кроме того, что вам дали очень и очень много средств для улучшения качества жизни. Quality of life, так сказать, конвининсы, как у нас в русских деревнях говорят. Больше всего их, наверное, получила тройка, которые добавили карту, но если мы говорим про San Andres, наиболее современный из этих трех продуктов, то я даже не могу так прям сходу вспомнить, что там настолько сильно изменилось. Я не знаю, может быть, кстати говоря, в лейтгейме, когда вам нужно будет отвоевывать свои стяги с правильным переводом теперь уже, может быть, там будет более четко обозначено, где именно вам нужно стоять для того, чтобы начать войну банд, потому что я помню, там было где-то два или три места, очень таких вот маленьких квадратика на карте, которые вот вы стоите буквально в центре них и вы не видите там ни одного баллоса и у вас нихрена не получается начать их отвоевывать, пока может быть игра рандомно не нарисует их где-нибудь там на стороне, где их вообще, по идее, быть не должно, согласно этой карте. Может быть, они там поправили эту тему. Главное, чтобы я смог рассмотреть этих черных баллосов на фоне черной стены, а то если мне не повезет, то я ведь не гарантирую успех. И в конце дня это все еще те же самые классические GTA и теперь у вас есть дополнительный повод о них вспомнить лишний раз, на реддите посидеть, там посты пописать, короче говоря, почувствовать себя частью движа. Это, наверное, чего-то стоит, просто я не думаю, что оно стоит полную цену. Правда, в некоторых моментах ремастеры делают продукт хуже, чем он был в катсценах, например. В некоторых моментах они делают оригинальный продукт лучше, чем он был, как, например, с картами, с общей унификацией интерфейса и, там, не знаю, кольцом выбора оружия, всякими такими современными удобными штуками. Это, да, тут спорить не получается, это действительно очень-очень удобная фича. Но, наверное, по скидке где-нибудь долларов за 40 или ваш региональный эквивалент я бы мог это дело взять. Конечно, было бы особенно удобно, если бы их продавали по отдельности, потому что вот я, например, тройку брать не хотел, она меня тупо не интересует. Но я бы все равно это сделал для того, чтобы в этом видео про нее сказать хоть что-то, да, потому что так иначе было бы нечестно. Но в любом случае, представьте себе, что я обычный покупатель. Я бы не стал брать тройку. Мне, допустим, только Vice City хочется или только Vice City и только San Andres вместе, без тройки. Но у меня нет такой опции. Но я знаю, что в зависимости от вашей консоли вы можете получить такую опцию через Game Pass или там через еще какие-то, через PS Now, по-моему, вы можете получить тройку, если я ничего не путаю, а через Game Pass и San Andres отдельно. Что здорово, конечно, но можно я еще отдельно покупать их буду. Я понимаю, что вам как бы нужно в финансовом отчете за квартал написать красивые цифры, но пацаны, пацаны, это как-то, ну, не по-человечески, что ли. Я что, многого прошу, пытаясь думать о Rockstar и о Take Two как о человеческих компаниях? Да, конечно, не нужно было даже говорить это вслух так тупо звучит. Выводы. Если вам не терпится, то да, купите. Почему бы нет? Я полагаю, если у вас есть деньги, которых не жалко, то вперед из песней. Это здорово, да? В конце концов, если вы никогда раньше эти классические GTA не пробовали по той или иной причине, там, возраста или еще чего-нибудь, не знаю, то это ваш шанс. Сейчас или никогда. Сейчас еще и на хайпе. Это здорово. Но если у вас есть классические версии или если у вас деньги не настолько свободные, то я подождал, когда они будут по скидонам идти, а лучше, когда их начнут продавать по отдельности. Может быть, однажды получится, хотя вот это я бы, наверное, не рассчитывал. Все-таки мы говорим про Rockstar и про Take Two, да? Они не будут идти вам на поблажки, если это не выгодно для них. Так что, наверное, просто ждите скидонов. Ну, вот такое вот у меня сложилось впечатление. Надеюсь, что оно было для вас полезным, мои дорогие мальчики и девочки. Если было, то вы знаете, какие лайки нажимать и какие подписки, что самое главное, оформлять, потому что каналы это очень помогают. И ставить колокольчик на все оповещения. В конце концов, там трафик, все дела. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки. Люблю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!